Всем привет! Меня зовут Ника, я интерьерный художник, и сегодня мы с вами будем делать ещё одну большую работу. Это будет большая интерьерная картина в стиле абстракции. Ваш любимый стиль. Просто одно из моих видео набрало просто невероятное количество комментариев о том, что я мало что понимаю в абстракции, и мои картины — это мазня. Ну да ладно. Сегодня я буду работать акрилом, и также ещё хочу показать, как я выполняю эскизы для больших работ. Всегда перед написанием большой картины выполняются, ну обычно выполняются эскизы. Сегодня мне нужно сделать два эскиза, потому что у заказчика есть две идеи. Это либо абстракция, как изначально я предложила, либо тоже что-то абстрактное, но с элементами самолёта. Ну то есть самолёт, абстрактный самолёт. Но до конца он ещё не определился, что именно хочет, что лучше подойдёт. Картина будет предназначена для интерьера кабинета. Кабинет в серо-коричнево-чёрных тонах. И именно в такой гамме я изначально и предложила заказчику делать картину. Но потом пришла я здесь самолётом. Для того, чтобы понять, что делать на большом формате, я сначала делаю небольшие эскизы на небольших форматах. Поскольку я буду работать на холсте, а не на бумаге, я буду использовать как черновик холст на картоне в маленьком формате. В данном случае я использую генерскую палитру. Сейчас открою. Я хочу сделать два варианта, поэтому у меня две штучки. Я хочу сделать горизонтальную картину, абстракция и что-то наподобие самолёта. Как-то изобразить ещё самолёт. Это по желанию заказчика. Данная картина будет рисоваться под интерьер кабинета заказчика. Сам кабинет в чёрно-серо-коричневых тонах. И изначально мы хотели сделать абстракцию в таких же тонах. Но потом заказчик решил, что хочет какой-то самолёт на фоне абстракции. Именно поэтому я рисую такой эскиз. Но дальше вы увидите, что всё-таки мы решили остановиться на абстракции. Лично мне виделось и изначально хотелось изобразить именно абстракцию. Хотя этот эскиз мне нравится. Он у меня сейчас стоит в моём интерьере и отлично вписывается. Но на большом формате всё-таки это будет выглядеть немножко по-детски. И как-то я больше всё равно склонялась к абстракции. И немножко в другой палитре цветовой. Поэтому, обсудив это с заказчиком, мы всё-таки приняли решение, что я буду писать абстракцию. Но я всё равно решила оставить этот фрагмент в видео, где я пишу этот эскиз. Потому что это всё равно часть работы. И если бы я её не сделала, мы бы так и не поняли. Будет хорошо смотреться или не очень, надо это или нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой первый эскиз у меня получился. Самолёт я специально сделала таким неаккуратным. Я его рисовала шпателем, поэтому он такой немножко получился кривой. Но как бы так и есть по задумке, потому что всё-таки это абстракция. Но следующую работу я, наверное, уже сделаю без самолёта. Просто красивый вид, красивая абстракция. За кадром я уже выполнила вот такой вот эскиз. И мы утвердили его с заказчиком. То есть на большом холсте 60 на 90 будет примерно то же самое. Тут стоит коробка. На ней я подготовила материал, который мне понадобится. Это акрил. У меня разные фирмы. Разные кисти. Большие, маленькие. Шпатели. Ну, в общем, разные вещи. Я думаю, может быть, ещё понадобится валик. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok